Каждый день весело. С каким-то дизайном, который придумали за один вечер. 2 миллиона – это такая большая сумма. Первая выручка появилась через неделю. Если ты встретил дикую обезьяну. Дельные люди рекомендуют дельных людей. И туда приезжают на огромных Харлеев. Просто делайте классные вещи. Где швартуются яхты друзей Путина. Здравствуй, мой дорогой подписчик этого канала. Сегодня мы с вами отправимся к очень интересному предпринимателю. Его зовут Виктор Лысенко. Он основатель Группона Раша и Рокетбанка. Он сейчас живет в Сингапуре и делает здесь офигенный стартап. В общем, мы с ним поговорим про то, как делаются стартапы. Про то, как привлекаются инвестиции. Как это делать на российском рынке и на зарубежных рынках. В чем отличие. Кроме этого, мы с вами немножко прогуляемся по Сингапуру. Вечерне-ночному я вам покажу, как выглядит этот город. В общем, сегодня будет и развлечение, и польза. Поэтому смотрите этот выпуск до конца. Давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько здесь компаний сидит? С десяток на этом этаже, наверное. Вот только сегодня ребята приехали. Ну вот там мы будем сидим. Прикольно. А можно снять прямо одно место? Ну, если ты как бы один там в Биланце. Да, можно прийти и снять сюда. Очень удобно. Вот такие есть. Диванчики тут можно разговаривать. Там вот будки для переговоров. Ага. Удобно. Можешь сказать, что тебе нравится в Сингапуре, что не нравится в Сингапуре? Что нравится в Сингапуре? Здесь хорошо делать бизнес. Угу. Да. То есть тут идеально подстриженные газоны, деревья, посаженные клумбы. Автобусы ездят по расписанию. Там хорошее метро и так далее. Очень доброжелательные люди. Вот я здесь ни разу не встречал никакой агрессии. То есть я просто не видел, чтобы кто-то на кого-то там повышал голос, кричал. Там, не знаю, дракать им было. Да. То есть вещи, которые... В Москве приедет на любую конечную станцию метро и ты попадешь в поле агрессии. Каждый день весело. Каждый день весело. Видно, да, что люди друг к другу относятся не очень хорошо. А здесь такого нет. И здесь очень доброжелательно и спокойно. Это хорошо влияет и на самочувствие, и на нервы, и на возможность фокусироваться на главном. Хороший климат. Поначалу кажется, что жарко, но за 2-3 месяца организм привыкает. Вот. И уже начинаешь думать, что... Когда температура опускается до плюс 26, думаешь, сегодня прохладно, надену что-нибудь длинное. Вчера так было. Да. Такой. Когда первый раз прилетаешь, ходишь из самолета, не кажется, что так будет. Оно вот так случается. На что похож Сингапур. Вот смотрите. Вот это большие торговые центры, бизнес-центры. Там же находится Google, кстати, вот за этим зданием. Apple 3 называется. Двухэтажные автобусы, дороги. Вот, кстати, конда, в котором мы живем. Interlace называется. А здесь же джунгли практически. И вот по этому мостику можно прямо с дороги. Так, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Дойти сюда. И сейчас мы с вами пойдем прямо в такие классические джунгли. Здесь даже была надпись. Обезьянок диких кормить не рекомендуется. И вообще инструкции, что делать, если ты встретил дикую обезьяну. Вот в этом Сингапур. На этом острове когда-то, не так давно причем, были просто джунгли. Это был один такой большой тропический лес. И теперь вот кусочки тропического леса остались. Но здесь очень современный, большой, прикольный город. Кроме этого. Мы с вами пойдем дальше, посмотрим, что там есть. Осам. Это такой гибрид чат-блота, который помогает с юридическими вопросами, с бухгалтерскими вопросами. Такой некий консалтинг делает. Правильно я понимаю? Если так кратко. Ну, скажем так, мы себя воспринимаем как сервис, который помогает предпринимателям развивать свой бизнес, но стартовать и развивать. То есть это регистрация компании, это бухгалтерия, это выплаты налогов, зарплаты, корпоративные, секретарские услуги и так далее. И дальше будем этот спектр только расширять. Ну и во вторую очередь это чат-боты, потому что мы не про чат-боты, потому что мы про то, как сделать хорошо предпринимателям. Просто один из способов, как мы ее решаем, это использование роботов. Они помогают взять на себя рутину, и наши бухгалтеры, наши секретари могут делать меньше работы и могут фокусироваться на бизнесе клиента и на каких-то его особенностях его работы, а роботы делают всякую рутину. Поэтому для нас в первую очередь это сервис для предпринимателей, а во вторую очередь это уже всякие технические штуки, и как мы эту проблему решаем. Это больше как бы такой сервисный бизнес, что-то похожее на кнопку, если в России, да? И он масштабируемый при этом, если он все-таки сервисный. Да, он очень масштабируемый. Мы сейчас, мы запустились в январе, в этом году, а сейчас мы регистрируем уже примерно 1% всех компаний всегда. Это очень круто. Это много. Да, это много, а через год, думаю, что это будет еще в разы больше. А вы инвестиции под этот проект привлекали? Да. В ближайшее время расскажем. Слышите музыку. Это вон там в джунглях есть такой барчик, очень прикольный, на мототему. В Сингапуре не так распространены мотоциклы, как в Ирландии, например, как в Дублине. Но есть люди, которые не могут жить без мотоциклов, и они даже сделали целый бар, там все на мототематику, и туда приезжают на огромных Харлеев местные байкеры. Очень прикольно. Вот видите, если через эти заросли туда прыгнуть и пролететь через них, то вон там, где такое светится место, это и есть этот барчик. Слушай, вот я как раз хотел про это поговорить немножко, про инвестиции и про нетворкинг. Я читал твою биографию, там, наверное, первые серьезные деньги были после Дарбери и Групона, продажи, да? Да. А потом я заметил, что вы первые инвестиции в Рокетбанк, это были 2 миллиона долларов. Правильно? Ну, нет, не первые. Там какие-то самые первые фаундеры инвестировали, это были сотни. Ваши, ну, вы сами инвестировали, а потом привлекли 2 миллиона. И для меня вопрос, 2 миллиона не такая большая сумма, зачем нужно было привлекать в том случае? И можешь какие-то общие правила рассказать, в каком случае стартаперам, фаундерам следует привлекать инвестиции, а в каком случае все-таки пробовать на свои сделать проект? Ну, нет здесь такого общего правила, мне кажется. Во-первых, модели очень разные, есть бизнесы, которые можно вообще запустить и построить с очень ограниченным количеством денег. Да, если мы говорим про Рокетбанк, там просто для того, чтобы запуститься, нужно потратить сумму порядка миллиона долларов, может быть, чуть меньше, потому что тебе нужно здесь построить довольно сложную систему, тебе нужно интегрироваться минимум с одним банком, то есть там такие существенные ресурсы нужно потратить просто на разработку продукта. Как бы если в Дарбере, в Дарбере мы стартовали через неделю после того, как вообще фаундеры первый раз встретились. Там не нужно было разрабатывать никакого продукта, это была просто одна страничка сверстанная с каким-то дизайном, который придумали за один вечер и вперед. Все, бизнес, вот у нас первая выручка появилась через неделю после того, как фаундеры встретились первый раз. Вы запустили рекламу и пошла выручка. Там в Дарбере инвестиции фаундеров начальные были полторы тысячи долларов, причем там первые, из которых тысячи, это была оборотка, по сути. А с Рокетбанка мне там нужно было до первого дня, как мы привлекли клиентов, нужно было потратить миллион долларов, поэтому очень разные модели бывают. То есть это зависит чисто от модели. Если нужны на старте инвестиции, то надо привлекать. А если есть возможность, например, на свои сделать, то в какой, вот где-то точка, то же самое вот Максим Спиридонов, Нитология Групп, они же сделали эту большую сделку с Мардашовым, и он в интервью, которое я смотрел, рассказывал, что он не понимает точно, пока правильное это решение было или нет. То есть вот где-то точка, в которой ты либо дальше продолжаешь на свои, но может быть медленно растешь, либо привлекаешь инвестиции. Я думаю, что это во многом зависит от трех вещей. Юнит экономики, динамики самого проекта и, не знаю, там амбиции, и там свойств характера фаундеров. Ой, интересно, а как свойства характера влияют на... Ну, есть люди, которым нужно быстро прямо сейчас побежать. Очень тяжело тогда сидеть и ждать, пока оно медленно будет развиваться. Такие некие свойства фаундеров надо тоже принимать в расчет. Темперамент фаундеров очень сильно тут влияет. Есть какая-то закономерность. Какого темперамента фаундеров более успешно? Быстрое. Вот, нужно... Меня тут научили хорошему термину, он называет там high-frequency people, low-frequency people. Вот high-frequency, это которое много всего успевают сделать. Вот в бизнесе больше успеха обычно у людей, которые high-frequency. Вот наша гонда The Interlace, которая получила в 2015 году архитектурную большую мировую награду. Вот, кстати, байкер поехал. Вот про них и говорил, он точно из этого бар едет. Два самых известных гонды есть в Сингапуре. Это The Interlace и Reflections. Reflections выходит на береговую линию. Находится недалеко от Симтозы, вот, искусственного острова. As The Interlace, вот здесь, в центре города, но в таком очень уединенном клочке леса, который его окружает. А концепция вот из этих блоков, в этом как раз фишка Interlace. Смотрел твое небольшое интервью на конференции TechCrunch, давно которая была, в 2013 году. Да, это вообще 100 лет. Ну да. Ты сказал тогда, что веришь в нетворкинг. Вот какие инструменты ты лично в нетворкинге используешь? Ой, я нашел недавно вообще идеальную формулу, как работает нетворкинг. Вот, он заключается в том, что им вообще не нужно заниматься. Так. В том смысле, что если ты в чем-то достигаешь, ну, не то что успеха, да, если ты начинаешь что-то делать хорошо, вот, делаешь что-то полезное для других, то нетворкинг происходит сам собой. Вот, не нужно ходить и тратить время на нетворкинг, если у тебя при этом нет каких-то других важных достижений. Сделай что-то, и нетворкинг сам произойдет, и тебе люди будут сами. Ага, а как они тебя будут находить? Ну, тебе все равно надо где-то быть в каком-то месте, где ты можешь, там, банально пообщаться с людьми, нет? Ну да, ну сейчас есть Facebook, есть LinkedIn. Если меня какой-то человек интересует, я могу, в принципе, достаточно быстро его как-то написать, его найти, его найти какие-то общие знакомые. Ага. То есть это не является большой проблемой. Окей. Вот, но это я сам ищу человека, потому что я понял, что он сделал что-то классное, и мне нужно с ним пообщаться. Поэтому просто делайте классные вещи, и у вас будет нетворкинг. Можешь рассказать твой опыт привлечения инвестиций, и есть какие-то общие правила, может, три совета, как привлечь инвестиции, вот, что надо делать? Делайте больше попыток, как в какой-то книжке про то, как добывать больше нефти. Просто бурите больше скважины тогда, потому что ты не всегда знаешь, с какой скважины пойдет нефть, вот, и зачастую, особенно раньше. Сейчас есть способы анализа какие-то, а раньше тебе просто повезло или не повезло. Просто бурите больше скважины, точно так же расширяйте сети, там, своих контактов, и пытайтесь поднять деньги в большем количестве. Вот это первое. Второе, прежде чем это делать, нужно инвестировать какое-то время и повнимательнее изучать фонды и партнеров из этих фондов, с кем вы будете общаться. Потому что если вы, там, нацелен на ранней стадии, то вам почти бесполезно общаться с фондом, который в основном инвестирует, там, в стадии роста. Просто потеряете время. Есть совет, как подготовиться к общению с потенциальным инвестором, чтобы конверсия была потенциально выше? Ну, опыт такой, что на разных стадиях нужно, как бы, инвесторам интересуют разные истории. Вот. Если вы на совсем ранней стадии, то нужно условно продавать команду, потому что инвесторы, в принципе, опытные. Они понимают, что бизнес-модель еще может 10 раз поменяться. Цифр у вас никаких нет, у вас, кроме команды, у вас ничего нет. Поэтому, в первую очередь, продавайте команду. Ну, и хорошо, если вы придете к инвестору уже с каким-то сделанным РМИПИ, с какими-то тестами, которые показывают, что, как бы, как бы, что ваша первая, по крайней мере, гипотеза продукта работает. Вот. На более поздней стадии, там, на стадии роста, ну, нужно продавать цифры. Что не делать, не на это фокус, если ты встретил дикую обезьяну, первое, не кормить ее штраф 5000 долларов сингапурских, это 250 тысяч рублей, чуть меньше. Сразу убирать пластиковые пакеты, которые ты несешь, не использовать вспышку на фотографии и просто не ходить рядом с дикими обезьянами. Такие советы. Слушай, а как ты фильтруешь людей? То есть, у тебя много бизнес-достижений, у тебя большая сеть контактов, ты много людей знаешь, и наверняка входящий поток тоже большой, и операционки много. То есть, есть у тебя какие-то методы, по которым ты фильтруешь входящих людей? Дельные люди рекомендуют дельных людей. Вот. В этом смысле, нетворк, как фильтр, работает очень хорошо. То есть, вот те самые introductions, да, представления, почему они хорошо работают? Потому что, если они идут от людей, которым человек доверяет, то у него… Ну, кроме уровня доверия, люди, которые чего-то достигли, вот, им обычно интересно общаться с людьми такого же типа. Ага. А если говорить про твое личное общение, например, в Сингапуре, есть у тебя круг людей, с которыми ты поддерживаешь отношения, просто общаешься, даже не по работе? Есть, да, но он здесь очень небольшой, он здесь еще меньше в Москве. Ага. И в Москве был небольшой? В Москве был небольшой, да. Ага. Скорее, да, скорее психотимом, сколько от ума, и здесь я… Ну, вот я сейчас сфокусирован на проекте обычно, когда ты что-то запускаешь, что первые 2-3 года – это прям такой дыру бишься. Потом, да, совсем жестко. Потом становится немного попроще, но первые 2-3 года обычно это супер жестко. Вот, поэтому просто не хватает времени на другие дела, но это неправильно. Так лучше не делать. Потому что у тебя даже в Фейсбуке стоит на аватарке сейлинг, там типа фотографии, где ты плаваешь, где ты на винсерфе катаешься. Это у тебя… Да, это… Ну, уделяешь что-то время в жизни или сейчас пока… Ну, очень много, раньше было больше. Это меня Митя Репин, который делал Digital Octopus. Который просылает сейчас. Да, который пришел, а то он меня подсадил на яхтинг, мы вместе довольно много ходили, и это, ну, супер впечатление. Каждый такой поход – это супер впечатление. Да. Но здесь, как бы, сейчас… Пока нет, сейчас нет. Пока нет, но надо, конечно. У меня прям подохнет яхтенная школа, надо пойти получить наконец-то корочни капитана. Да. Где швартуются яхты друзей Путина. Да. Это, как я смотрю, в Фейсбуку. Мы же врезку такую сделаем. Посмотрите пост. Видите, за деревьями такие небольшие двухэтажные дома. Это дома в колониальном стиле. Их довольно мало осталось в Сингапуре. И эти дома, чтобы снять, надо выиграть конкурс, потому что они все охраняются государством. Поэтому просто так их нельзя арендовать. Это считается одним из самых статусных видов недвижимости в Сингапуре. Как ты видишь отличия, допустим, американского классического рынка, сингапурского? Ну, про российский не знаю, стоит ли не стоит говорить, но, наверное, не такое большое сравнение. Здесь разница такая, что если в Соединенных Штатах ты что-то запускаешь, тебе доступен огромный рынок. Сразу большой, там 250 миллионов людей, которые, если ты не занимаешься продажей каких-то специфических вещей, типа алкоголя, марихуана или чего-то такое, для чего нужны разрешения в каждом отдельном штате, то ты запустился и тебе весь рынок доступен. В Европе в этом смысле похуже. Европейский рынок побольше, но там все равно есть разные страны с разными языками, с разным регулированием, с разными правилами, с разными привычками людей. Но Европа все-таки довольно гомогенна в этом смысле, потому что уровень дохода у людей более-менее одинаковый. В принципе, европейская культура, она довольно общая религия у всех, примерно одинаковая. Различия не очень большие, при том, что даже в Европе развивать бизнесы сложнее, чем в Штатах, именно из-за того, что там есть вот такая фрагментация, и тебе нужно каждому рынку приспосабливаться. А в Азии это умножить на 10. Это проблема, потому что есть действительно большие рынки, есть рынки растущие, но различия между ними настолько колоссальные, что тебе фактически нужно... На каждый рынок это новый стартап. Если ты захочешь пойти на другой рынок, это будет фактически новый стартап. Вот, и это тяжело. Вот такие колониальные дома. Это наследие Британской империи, которая приложила руку, естественно, к Сингапуру. Напишите в комментариях, в каком доме вы бы хотели больше жить. Вот в таком колониального стиля или вот в таком. Или в высоком доме в кондоминиуме с бассейном, тренажерными залами и таком более современном. Напишите в комментариях внизу. Где ты встречал инвесторов, которые инвестировали в твои компании? Это была холодная продажа или это было через знакомство? Или на конференциях ты с ними встречался? Очень по-разному. Ну да, ну там как-то заводишь с ними знакомство. А как? Помнишь, как это было? Совсем по-разному. Обычно через каких-то вообще знакомых получалось. То есть у тебя был список, допустим, людей, с которыми ты хотел пообщаться? Либо ты рассказывал своим знакомым о том, что вот у тебя есть идея, ты хочешь привлечь инвестиции. И как случайно получалось, что они тебя там кому-то представляли? То есть вот какой изначальный посыл был от тебя? Оба. Ну как бы работают оба. Первые когда-либо. Но сейчас уже у меня достаточно большой список людей, кого просто лично знаю. Поэтому проще. А поначалу, да, это просто выписываешь себе, кто в принципе, какие инвесторы этим занимаются. И начинаешь как-то пытаться найти способ с ней взаимодействовать. Пишем e-mail, и там пытаешься через каких-то общих знакомых на них выйти. Что еще работает? Вот написать e-mail просто в холодную. Найти, кто сделает introduction, представление. Интро намного. Встретить на конференции. Да, интро намного эффективнее. Понятно, что у тебя должен быть заготовлен какой-то пищи. Если ты пишешь e-mail, e-mail можно написать очень по-разному. Такое, что конверсии из него будут 10 раз отличаться. Поэтому нужно к этому тщательно подходить. Мне рассказывала знакомая, он живет, хороший приятель. Кстати, интервью мы ссылочку положим на него. Он живет в Париже, и они вот с тремя фаундерами делают компанию. И когда они привлекали инвестиции, у одного из фаундеров была full-time job. Это привлекать инвестиции. То есть он там несколько месяцев только этим занимался. Конференции, перелеты. То есть это была его работа. Да, да. Но так и есть на самом деле. То есть если вы поднимаете деньги, то нужно понимать, что у одного из фаундеров это будет занимать прям существенную часть времени. Вот кажется, что можно заниматься еще своей основной работой, но нет. Так не получается. Вот поэтому я, например, ненавижу эти периоды, когда нужно поднимать деньги, потому что в этот момент ты не можешь фокусироваться на вещах, которые реально окажутся более важными. Люди, которые у тебя работают, продукты, клиенты, тебе приходится от этого отрываться и заниматься какой-то фигней. Поднимание денег. Прислушайтесь. Начало уже темнеть. И слышите, как на даче в детстве. Много животных. Трещоточки, лягушки. Класс. Мэппл – это комплекс зданий. Это компания, которая владеет бизнес-центрами. В том числе вот Мэппл 3 – это бизнес-центр, где находится Гугл. Ну и у них разные здания в их владении. Про личный бренд. Пару вопросов. Считаю, что личный бренд фаундера – это важно. И, например, как делает Тинькофф? Он такой фронт-энд, который привлекает трафик на свой личный бренд. Бизнес-модель это или это необязательно? Во многих случаях это полезно. Но в любом случае, если ты занимаешься каким-то предпринимательством, то для тебя иметь возможность привлекать деньги, получать себе в команду каких-то людей хороших и так далее. И это во многом достигает с тем, что есть какой-то у тебя бренд, есть какое-то представление людей о тех, которые помогают это делать. Вот в этом смысле, конечно, это супер важно. Ну и вообще предпринимательство обычно. Предприниматели – очень контактные люди, которые вынуждены просто много общаться, потому что нужно перенимать много опыта, нужно там людей себе искать и так далее, команда. Вот поэтому без этого точно не обойтись. А что-то на ютубе смотришь? Есть на это время? Стараюсь, да. А что смотришь? Интересно смотреть выступления предпринимателей на английском. Можно назвать именем? Стараюсь в основном на английском языке. Есть в Стэнфорде, у них есть хорошая серия курсов, когда они приглашают всяких ребят из стартапов к себе, и они выступают перед студентами, рассказывают про свой опыт, и там кто-то записывает, и можно на ютубе посмотреть. Там я посмотрел просто несколько суперинтересных штук для себя полезных. Круто, положим ссылочку. А еще что-то? На русском ничего не смотришь? На русском очень мало смотрю. Виктор, спасибо большое, очень рад познакомиться. Взаимно. Взаимно. Всем привет. Как видите, уже почти стемнело, мы пойдем уже домой, потому что плохо видно, Лизу кусают комары. Вот там еще пару видов Сингапура. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok